В Виннице из-за споров частной компании и областных властей могут остаться без тепла медгородок, несколько больниц и специализированный дом малютки. Фирма уже пятый год исправно отапливает этот район, но месяц назад срок аренды на помещение и землю под котельную истек, а местные власти не спешат его продлевать. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Подвеси на градусник, у нас в каждой спании градусник, сейчас сколько у нас? 23 градуса. Главврач Винниского специализированного детдома лично инспектирует каждую группу, все ли у ее подчиненных в порядке. Здесь более сотни сирот, да еще и с особыми потребностями. Кроме любви и тепла воспитателей, малышам необходимо тепло и в их комнатах. Но накануне отопительного сезона Надежда Марковна уверена, все будет в порядке. Два года назад детдом заключил договор с частным поставщиком тепла. Бывает так, что мы гигакалории немножко уменьшим, потому что бывает даже жарко, 25-27 градусов. Эта частная компания подает тепло не только детдому, но и на весь винницкий медгородок. Среди клиентов котельной 14 лечебных учреждений. На рынок организация зашла 5 лет назад, взяв в аренду у областных властей помещение старой котельной. С тех пор тут все изменилось, говорит директор. Систему отопления полностью компьютеризировали и поставили новый твердотопливный котел. Каждый дом имеет тепловой лечебник. За счет этого внедрения нашего мы можем отследствовать втраты, прорывы. Но будущий отопительный сезон у компании оказался под угрозой срыва. Срок договора аренды на помещение, землю и использование теплосетей закончился месяц назад. Соучредитель фирмы уверяет, заявки на продление договора они подали заблаговременно, но областные власти до сих пор молчат. Договоры с компанией чиновники не продлевают, а вместо этого за несколько кварталов начали реконструировать еще одну старую котельню. Областному бюджету реконструкция обойдется почти в 10 миллионов гривен. Профильный заместитель главы обладминистрации уверяет, просто обустраивает альтернативный источник тепла для медучреждений. А заявки на продление договоров уже лежат на рассмотрении в облсовете. Я знаю, что предприятие обратилось к областной ради, и это вопрос сейчас на рассмотрении в областной ради. Так что тут тоже я не вижу никаких коллизий. Не на камеру чиновник сообщил, документы депутаты могут рассматривать не одну неделю. Но пообещал, срывы отопительного сезона в медгородке власти не допустят. Леонид Аборин, Сергей Костюк. Подробности телеканал Интер. Винница.